Всем здравствуйте! Сегодня суббота, 14 января, и в этом видео мы будем разбирать промышленный индекс Dow Jones. Перед вами месячный таймфрейм и скользящий средний YMA 200 и YMA 50. Что здесь можно сказать? После 2008 года кризиса мы закрепились выше YMA 50 и долгое время торговались выше. На коронавирусном обвале в моменте пытались пробить данную скользяшку, но не получилось. Потом сильно отскочили, и вот недавно опять предприняли попытку штурмовать ее. И по моим взглядам данный тренд, он заваливается растущий, и нас ждет пробитие вот этой YMA 50. Давайте сравним предыдущие кризисы. Возьмем линейку. Ну то, что пузырь доткомов был, все снижение, это 38 процентов. 2008 55 ориентировочно процентов снижения. Коронавирусный обвал 38, а это как здесь. И здесь, мне кажется, есть сходство, потому что, смотрите, не дошли до YMA 200, запас оставили, а в следующий кризис уже пришли на эту скользяшку YMA 200 и даже ушли под. И здесь, получается, чуть-чуть не дошли, и по ощущениям мы целимся как раз к этой скользяшке YMA 200, чтобы ее потом пробить и закрепиться в моменте ниже. И мы берем просто линию тренда. Вот напрашивается данная линия долгосрочная, даже может чуть повыше. И если по сети Fibonacci смотреть, ну 2008 год, раз волна, то, что до YMA 50, потом откат и пошел обвал. Как раз уровень 1.618. Пришли под скользяшку YMA 200 и потом уже отскочили. Теперь отсюда вот этот импульс измерим. Вот то, что нисходящее движение было, потом в боковике. И вот четко пришли на уровень 1.618 золотое сечение. Коснулись и отскочили. Это вот. Но здесь мы снижались очень долго и отчетливо не видать, где какие волны. Поэтому 2008 прям тут отчетливо. Ну а здесь я не буду измерять, потому что тут не видно эти волны. Это надо переключаться на недельный тайм, а может быть даже на дневке. Но я думаю, там такая же логика движения. И теперь включаем модели. Волны. Если воспринимать вот это как первую волну. Сейчас отскок был, вторая. Потом уверенное пробитие YMA 50. И следующая остановка YMA 200. Потом от нее отскок и дальше уход ниже. Вот такая картина мне представляется по моделям Волд. И если взять сетку Fibonacci, то вот первая волна и уровень 1.618, то есть золотое сечение, находится в районе 15 тысяч пунктов по индексу. А это ну существенно. Сейчас вот измерим по линейке. Где-то 58 процентов. Что сравнимо кстати с 2008 годом. А если до линии вот этой восходящей, то это в районе 72 процентов. То есть это вообще рекорд за последние года. Ну и это в любом случае обновление лоев вот этого коронавирусного года 2020. Теперь уберем эту сеть. Она нам уже не понадобится. Посмотрим на индикаторы. Хватит ли у нас сил. Вот он, индекс относительной силы намечен. И да, мы видим, что в восьмом мы ушли в очень сильную перепроданность. А при снижении, когда был пузырь доткомов, там пришли возле. И были вблизи зоны перепроданности, но потом отскочили. Что кстати, конечно, в двадцатом было выше, но очень походит вообще характер движения. Именно по индикатору. А здесь мы находимся довольно высоко, еще даже в бычьей зоне. Потому что вот она, линия центра по индикатору. И до зоны перепроданности еще как до луны пешком. Поэтому потенциал движения по индикатору, он колоссальный вниз. Поэтому силы уж точно хватит пойти ниже. Убираем теперь РСА и включим полосы Боллинджера. Ну да, как четко. Смотрите, вот в 2008 также Яма 50-ю коснулись даже. Пытались ее пробить, потом отскочили. И вот она нижняя полоса, и вот они нижняя полоса. И потом как мы по полосе прошлись основательно. В 2002, ну тут кризис был затяжной. Вот движение было тоже такое постепенное по полосам, но тут незначительно. Поэтому я бы опасался сейчас покупать акции из этого индекса. Давайте уже подводить итоги. Включу рисование. Я ожидаю прихода данного индекса в диапазон от 12 тысяч пунктов до 15. А это уверенное пробитие скользящей средней Яма 200, обновление лоев 2020 года и закрепление ниже. И здесь, я считаю, довольно безопасно будет покупать инвестиционно эти акции. Но только не в российском брокере, как говорится. Надеюсь, информация была полезна. Всем пока!